Здравствуйте, я Антонио Сентено, основатель канала Real Man Real Style. Господа, сегодня я дам вам 6 советов, как повысить свою уверенность, и вы сможете заговорить с кем угодно. Это видео в поддержку статьи Real Man Real Style. Прочтите ее. Это гостевая статья моей подруги Катрины. Она создала communication4nerds.com. Это отличный сайт. Она помогает девушкам и парням справиться с социальной тревожностью. Так что статья написана с этой точки зрения. Друзья, я как-то упоминал, что я интроберт. Я встал перед камерой, потому что мне есть что сказать. Я хочу успеха своей компании, потому что я не мог нанять моделей или спикеров. И так я осознал, что у меня есть важная информация. Я хочу успеха своей компании, и я не позволю страху выступления перед людьми как-то меня удерживать. Так я практиковался, использовал все эти советы, и я думаю, что вы найдете их полезными. Начнем. Совет номер один. Используйте сильные позы. Некоторые люди спрашивают меня, как психологически я готовлюсь перед тем, как встать перед камерой. Ну, я использую сильные позы. Я практикуюсь, стою перед камерой, иногда подпрыгну, особенно если у меня нет настроения. Это та из тех вещей, о которых вы слышали. Если вам грустно, улыбайтесь. Просто заставьте себя улыбаться, и вам станет лучше. То же самое с уверенностью и сильными позами. В статье я описал несколько таких, которые вы можете применить. Как, например, поза Супермена. Вы так говорите, я лучший в мире. Всего за две минуты были проведены исследования. Количество тестостеронов в слюне значительно увеличивается. Применяйте сильные позы в обычной жизни. Так у вас будет больше места. Вы почувствуете себя спокойнее. Думайте о чем-то хорошем, и примите сильную позу на две минуты. Перейдем ко второму. Визуализация. Как только примите сильную позу, визуализируйте. Как надрете кому-то зад. Что будете говорить, когда поедете к ее родителям. Так вы почувствуете себя круто. Визуализация очень интересна. В обучении двух групп пианистов, одни три дня практиковались на инструменте, другие просто сидели и представляли свою игру в мельчайших деталях. Что они обнаружили. После трех дней и те, и те сыграли отлично. Так и профессиональные атлеты используют это, когда выходят на поле боя, визуализируют, что они будут делать. Друзья, если вы видели фильм «Последний самурай», там есть сцена, когда его окружили четыре врага, и он представил, как он будет защищаться. Я люблю эту сцену, друзья. Это правда. Применяйте этот прием. Третий совет. Думай дважды. Возможно, вы видели эту рекламу с Аароном Роджерсом, где он говорит о проверке двойной скидки. Это не то, о чем я говорю. Вы должны быть сознательны. Вы должны быть осведомлены. Если вы оказываетесь в странной ситуации, не будьте своим худшим врагом. Будьте осведомлены о происходящем. Когда вы общаетесь и взаимодействуете с людьми, предугадайте, что они могут сказать. Обращайте внимание на них. Не думайте, «Господи, что они думают обо мне? Я достаточно для нее хорош?» Не саботируйте себя. Подумайте дважды. Осознанно усильте вашу уверенность. Совет номер четыре. Используйте небольшой разговор. Я делаю это постоянно. И мне нравится. Когда я встречаюсь с ВИП, когда я вижу кого-то очень важного для моей жизни, что я понял? Не нужно вести допрос. Я веду чуть ли не двойное интервью. Я хочу понять, что мы интересны друг другу как личности. Свой бизнес, извините за выражение, с мудаками не веду. Я не работаю и не взаимодействую с тем, кто мне не нравится как человек. Я использую небольшой разговор, чтобы понять, семейный ли человек. Мы даже можем прогуляться с моими детьми. Кроме того, я могу попросить рассказать о своих увлечениях, чем занимается кроме работы. И я знаю, что это работает. Ведь я так общался со всеми, кто сейчас работает со мной. Дайте время человеку, чтобы он задал встречный вопрос. Возможно, его заинтересует что-то еще. Это прекрасная вещь. Так вы запомнитесь. Перейдем к пятому номеру. Важность внешнего вида. Друзья, я не хочу еще раз рассказывать об этом. У нас сотня видео об этом. Наука, личный опыт говорят о важности внешнего вида. Перейдите на наш сайт, там найдете тонну информации на Real Men Real Style. Я думаю, если вы давно смотрите видео на канале, знаете, что книгу судят по обложке. Мир этот несправедлив. Вас будут судить, потому как вы покажете себя. Так что вы можете это контролировать. Совет номер шесть. И это основа. Используйте ваши глаза. Так много людей взаимодействуют друг с другом. Они прячут свои глаза, залипают в телефон, теряют внимание. Не делайте так. Смотрите в глаза. Многие уделяют 30-60% времени зрительному контакту. Однако оптимальное соотношение 60-70%. Могу предположить, что кому-то сложно смотреть людям в глаза. Если я угадал, просто смотрите в один глаз. Если вам сложно смотреть даже в один глаз, смотрите на бровь. Это достаточно близко. Но также будет странно, когда вы переборщите со зрительным контактом. Но что я понял, люди ценят это. Они думают, «Вау, да он меня слушает». Итак, друзья, в нашей статье написано намного больше. Мы говорим о проведенных исследованиях в Гарварде и подобное. Переходите на сайт Катрины, скачивайте бесплатную книгу. Она отличный человек, отличный писатель. Я рад, что она помогла с этой статьей на realmanrealstyle.com. Там вы найдете массу информации о стиле. Используйте его как оружие, чтобы получить все, что хотите от жизни. Берегите себя. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok